добрый день дорогие друзья меня зовут александр я приветствую вас на проекте строй живи назрел такой вопрос можно ли в кирпичном доме сделать большие панорамные окна конечно можно и сегодня на этом объекте мы будем показывать как это возможно сделать вот этот фундамент и кирпичное строение за моей спиной заказчик построил своими силами на фасадной части вот я сейчас смотрю тут 300 метрах от меня финский залив мне его вот так вот видно заказчики естественно хочет жить в кирпичном доме и видеть вот эту красоту через большие панорамные окна поэтому на этом объекте мы объединяем две технологии фахверкую технологию и кирпичную и фасадная часть здания будет выполнена в каркасном виде то есть при помощи технологии фахвер поэтому мы сделали проект подготовили комплект силового каркаса из контрационной клееной балки привезли его на объект вчера разгрузили перетащили поэтапно к строительной площадке потому что место куда может подъехать фура с этим домокомплектом находится там 100 метров 70 метров от строительной площадки разгрузили положили на бетонный фундамент из нашего заказчика гидроизоляцию и закрепили лежни а дальше не переключайтесь смотрите я уверен что вам понравится в качестве стартового бруса у нас идет вот такой вот брус высотой 180 миллиметров на него будут опираться в дальнейшем столбы их здесь несколько штук по фасадной части несколько штук по боковым дело сейчас не в этом для того чтобы брус закрепить а любое строение нужно закреплять к фундаменту мы что сделали мы вот в этих проемах где был в дальнейшем будет ставится столб со смещением от центра просверлили отверстия перевым сверлом неглубокая почему не по центру потому что по центру здесь еще будет шпилька который будет соединять столб и нижнюю обвязку просверли отверстие пробурили буром по бетону дошли но прошли бетон и анкерами будем закреплять этот обвязочный брус к бетонному основанию здесь у нас сразу кстати можете обратить внимание отфрезерована четверть для того что в дальнейшем устанавливать стеклопакеты про рулетку друзья очень часто на строительной площадке приходится измерять размеры которые отличаются там от обычных там 8 10 метров соответственно рулетка нужно соответствующей длины и использовать нужно только металлическую потому что она не тянется в этом случае можно будет измерить с минимальной погрешности встречаются рулетки достаточно длинные они достаточно недорогие пвх или вот такие тряпочные они тянутся поэтому будет большая погрешность нужно использовать такие металлические вот этот конкретно эту рулетка сколько 30 метров есть 20 метров есть 30 метров купить можно в петрович ну что друзья завершающую речь я хочу сказать спустя какое-то время приехал на этот объект когда уже здесь выполнены не только те работы которые выполняла наша компания а мы здесь сделали что собрали каркас но вы показывали дальше заказчик у нас заказал изготовление деревянной двутавровой балкой для стропильной системы то есть мы ее только изготовили он сам ее сюда доставил и смонтировал стропильную систему своими силами человек занимается строительством немножко не тем что вы видите за моей спиной но навыки и опыт знания и умение читать проект у него есть поэтому мы с ним разработали узлы ему дал некоторые рекомендации придерживаясь которых он достиг вот такого результата на стропильную систему уже смонтирован весь кровельный перо кроме утепления и цементно-песчаная черепица от компании brass в качестве кровельного материала давайте подойдем ближе посмотрим и в принципе на этом все да еще что выполнила здесь наша бригада покрасочная это был окрашен весь каркас видите приятный белый цвет почему белые и почему я рекомендую вообще окрашивать фасады в светлые краски несмотря на то что мы находимся в санкт-петербурге тем не менее солнечных дней здесь достаточно для того чтобы темный брус покрашены какой бы краской не пока не он не красился он все равно притягивает к себе большое количество солнечной энергии которая с большей вероятностью может заставить брус трескаться что пойдемте уже поближе рассмотрим все что получилось у нашего заказчика здесь уже частично стеклен фасад еще что хочу сказать но герметизация оконных конструкций еще не произведена пойдемте стропильная система данного дома выполнена из двух тавровых деревянных балок нашего производства как я уже сказал ранее высота балки 300 миллиметров что позволяет заказчику полноценно и очень просто утеплить кровлю сам основной элемент утепления в доме на 300 миллиметров при том что мостиком холода стропильная нога и здесь выступает всего лишь в толщине 10 миллиметров это толщина оэсби все остальное прекрасно закрывается утеплителем 300 миллиметров производится монтаж пароизоляция можно сделать еще 50 миллиметров для того чтобы еще больше увеличить энергоэффективность этой кровли можно и не делать ну вот минимум 300 нужно обратите внимание на то что длина ската здесь превышает 6 метров посему двутавровые балки выполнены из двух частей одна смыкается на коньке а вторая опираясь на морлад выходит за пределы дома и формирует свесы кровли обратите внимание на то что двутавровые балки соединены на опоре в качестве опоры здесь выступают ригели и склеены конструкционной балки и хочу застрить ваше внимание на узле то есть имеются вкладыши из фанеры которые вставлены между брусками и прижаты к оэсби также выполнена с обратной стороны таким образом сравнялся уровень деревянных брусков за счет этой фанеры и все это стянуто на шпильки шайбы и гайки это надежная узел крепления и он будет выполнять свою функцию далее обратите внимание на конек так как здесь не имеется конькового прогона вообще то здесь мною было заказчиков посоветано взять из цельного листа фанеры вырезать вот такие угловатые вкладыши которые вставлены в одну балку но в левую стропилу и в правую стропилу тем самым они образуют ребро жесткости и соединяя стропилы между собой с помощью этих вкладыш также прокрученных через шпильки гайки и шайбы образовался вот такое надежное капитальный узел формируемые собой конек в кадр наверняка попал еще и этот узел и возможно у людей возникнет вопрос неужели вот эта конструкция держится на вот этих двух уголках конечно же нет вы видите что заказчиком здесь залита пятка железобетона на которой опираются эти две балки которые выступают в качестве ригеля и все это дело утоплено в стену то есть если с обратной стороны посмотреть мы наверняка увидим концы этих балок ригелей так друзья вот я нашел кусок тут авровой балки здесь на стройке который остался от монтажа стропильной системы хотел рассказать немножко о ней значит я рассказал о том что высота балки 300 миллиметров выполнена из сухого бруска две штуки и ребру жесткости которая вставлена в паз на специальный клей и на скобы толщина уэсби здесь 12 миллиметров по проекту было день мы рассчитывали 10 но 10 не нашли продажи поэтому использовали 12 миллиметровой уэсби тут что хочешь сказать вот такая балка она стоит 300 с небольшим рублей за погонный метр если бы мы сделали вот вместо этих брусков lvl брус то можно было бы балку сделать общей длиной там столько сколько необходимо для перекрытия всей стропильной системы то есть длину ската это может быть 10 12 метров любой но такая балка стоит более чем 500 рублей за погонный метр чтобы сэкономить каждого метра по 200 рублей фактически мы сделали из сухого бруска но при этом так как доска или брусок не может быть длиннее чем 6 метров мы и посоветовали заказчику опереть стыки по длине этих балок на опоре то есть на ригеля как я и говорил раньше то есть нужно вам смотреть если у вас в чистую пролет без каких-либо пор больше больше 6 метров то конечно же нужно использовать деревянную двуватаровую балку где вот этими двумя элементами является брусок lvl если есть возможность опереть балку не только на две но стропильную ногу не только на две точки опоры а еще и третье где то есть посередине и пролеты составляют менее 6 метров то можно использовать балку эконом скажем варианта при том что несущая способность от этого никак не страдает из бруска сухого длиною до 6 метров теперь о покраске клей на концентрационной балке это бруск тот самый брус который будет виден в дальнейшем с одной стороны это дорогое изделие с другой стороны он имеет чистовую внешнюю внутреннюю отделку исключением является лишь то что не есть необходимость в окрашивании этих элементов для чего нужно окрашивать во первых что было красиво но не только для этого еще и для того чтобы защитить брус дерева от ультрафиолета поэтому сначала все это дело шлифовалась для того чтобы получить такую гладкую приятную поверхность шлифовалась потом грунтовалась потом была легкая шлифовка для того чтобы снять ворс и покрытие дважды в два слоя краской в данном случае это белый цвет при окрашивании данных балок использовалась безвоздушный способ нанесения краски и поэтому получилась такая гладкая поверхность если красить кистями то останется останутся следы от ворса от самой кисти поэтому если вы хотите такое качество то нужно заказывать окрашивание именно безвоздушным способом нанесения что друзья на этом я хочу завершить наш сегодняшний видеосюжет и немножко подведу итоги можно совмещать технологии можно строить кирпичный дом при этом иметь фасад с панорамным остеклением что просто в чистом кирпиче сделать крайне сложно или очень дорого можно иметь красивые дома можно иметь красивые дома с видом на финский залив просто нужно жить в этой жизни хорошо делать свое дело зарабатывать деньги и все у вас будет хорошо с вами как всегда был александр и проект стражи до скорой встречи пока